Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и Сад. Меня зовут Александра. Спасибо, что смотрите мой канал, подписываете, ставите лайки, делитесь видео в соцсетях. Я вам очень благодарна и за поддержку, и за помощь в развитии канала. К созданию этого видео меня подтолкнул комментарий, который разместила зрительница под одним из моих роликов. Цитирую. У меня томаты больше метра, раскидистые такие, как огромные кусты, пасынки все оборвало, цветков много, а плодов единицы. Наверное, я что-то делаю не так. Я уже удобряла их и навозом, и рыбой, и янтарной кислотой брызгала, бурной кислотой обрабатывала. Далее, после нашей с ней переписки, последовал ответ, что она отменит танцы с бубнами вокруг томатов, пусть хоть сорняками зарастут. Потому что, кроме кошек с соседских дворов, никаких приятных сюрпризов от ее подкормок, к сожалению, нет. Скумбрия, видите ли, томатом не заходит, севрюгу требует. Но вот пока не завязались плоды, обрезать листья томатов, хозяйка этого комментария категорически отказалась. Хочу выразить свою благодарность этой зрительнице за легкость в общении и тонкий юмор, прозвучавший в ее словах. Надеюсь, она и в дальнейшем будет постоянным собеседником на канале. Но перейдем ближе к делу. Так нужна или не нужна обрезка листьев томатов, и как правильно это делать, чтобы не навредить плодоношению и развитию куста? Попробую дать ответы по принципу причинно-следственной связи. В листьях томаты накапливают питательные вещества, которые затем передадут плодам. Произойдет перемещение питания от листьев к кистям томатов. Но если вы слишком хорошо кормите свои помидорчики, все, что вы им предложили, может просто не уместиться в будущих плодах, поэтому кусты, что называется, жиреют. А вы, к сожалению, тратите и время, и силы, и драгоценные питательные вещества для выращивания томатов на зелень. Подкормки томатов следует делать каждые две недели. Для низкорослых достаточно две питательных подкормки до начала созревания плодов. Ну, максимум три. А вот для высокорослых, по моему опыту, вполне хватает 3-4 корневых подкормки на полный сезон выращивания в открытом грунте. Собранные за весь период вегетации питательные вещества, с учетом сделанных подкормок, растение накопит в листьях и в дальнейшем постепенно передаст их в плодовые кисти. Плоды нальются и вызреют. Следующий вопрос, который стоит рассмотреть и дать на него ответ, это обрезка излишних листьев, если томаты слишком облиственны. Какие листья томатов и сколько их надо удалять в этом случае? Вот как поступаю я. Первым делом стоит удалить те листья, которые соприкасаются с почвой полностью или частично. Так вы обезопасите кусты от грибковых заболеваний, возбудители которых находятся в почве. Далее надо обратить внимание на нижнюю первую кисть томатов, которая завязывается на кусте. Под ней обязательно должен быть большой полноценный лист. Именно он ее кормит. Здесь важно знать золотое правило. Под каждой наливающейся кистью томатов должен быть сохранен один большой лист. Именно он кормит эту кисть. Он отдаст ей все питание, которое накопил, пока кисть созреет. В конце процесса созревания кисти этот лист пожелтеет, и лишь тогда его можно удалить. Иногда я даже жду, пока он совершенно засохнет, и только потом удаляю. Конечно, в каждом правиле бывают исключения. Если произошло поражение кормящих кисть листьев фитофторой другими грибковыми заболеваниями, их придется все-таки удалить. Здесь без вариантов. Но сразу хочу утешить. Растение, если ему будет недостаточно питания после такой обрезки, снова образует дополнительный лист. Причем в самом интересном месте. Там же, где оканчивается плодоносящая кисть. Далее, по мере продолжения созревания кисти, кроме этого листа, может образоваться и стебель, и даже еще один или несколько цветоносов на новом стебле, которые тоже дадут плоды. Теперь подошло время поговорить о так называемом осветлении кустов томатов. Что это такое? Это тактика угнетения и гнобления кустов, которую я использую, чтобы показать жирующим томатам, что их сытая жизнь закончилась. Я избирательно обрезаю излишние листья, осветляю кусты. В необходимых случаях прищипываю верхушки, если нужно ограничить рост куста в высоту. Иногда, если слишком размахнулись в росте листья, которые кормят кисти, например, начали доставать до грунта, частично обрезаю и их, но немного. Так я даю томатам понять, что хорошая жизнь закончилась. Пора им заботиться о продолжении рода, отдавать запасы питания потомству, наливать плоды. Как только вы начнете угнетать куст томатов, он начнет усиленно отправлять свое питание именно в плодовые кисти, заботясь о том, чтобы не остаться без потомства. Ведь плоды еще должны вызреть и сформировать продуктивные, полноценные семена, которые продолжат томатный род. Поэтому растению надо спешить. Еще одна причина, по которой я обрезаю листья томатов, осветляя кусты, это возможность проветривания растений и освещения солнцем. Если влажный ночной воздух будет застаиваться в листьях томатов, а солнце будет плохо освещать цветоносые наливающиеся кисти, результат окажется плачевным. Плохое опыление и задержка завязывания плодов, развитие различных грибов и пятнистостей, поражающих как листья, так и плоды. Кислый вкус помидоров. В темноте сахара просто не образуются. Образуются кислоты. Солнце – лучший катализатор реакции образования сахаров и в овощах, и в фруктах, и в ягодах. Следующий вопрос, который стоит рассмотреть и дать на него ответ, поможет вам научиться хорошо ориентироваться по компасу и по солнцу. Поговорим о севере и юге, или как обрезать листья томатов, ориентируясь на тот факт, как по отношению к сторонам света они посажены в открытом грунте на вашей грядке. У меня есть правило. Листья, растущие на той части куста помидоров, которая ориентирована на север, я обрезаю по максимуму, чтобы дать возможность солнечным лучам беспрепятственно там хозяйничать. А вот южную часть куста томатов я оставляю оптимально облиственной, чтобы избежать солнечных ожогов плодов в жаркие и очень солнечные дни. Именно листья в таких случаях служат импровизированной панамкой или шляпой от солнца, или, если хотите, даже солнцезащитными очками для моих помидорчиков в открытом грунте. И, наконец, пришла очередь рассмотреть, нужно ли обрезать листья на верхушке куста томатов. Верхушка томатов, состоящая из двух-трех самых нежных листьев, это насос растения. Он выполняет функции усвоения и перекачки вниз по кусту питательных веществ, полученных из окружающей среды, из воздуха. Избавляться от этого насоса нужно в исключительных случаях, только если причина очень веская. Например, ваши томаты переросли допустимую высоту в теплице или уже вымахали выше границ установленных опор, которым подвязан куст. Как только вы удалите листья верхушки, будет спровоцировано новое ветвление и рост боковых побегов. Подведем итоги. Если вы хотите получить ответ на вопрос, как правильно обрезать томаты, здесь нет однозначного ответа. Все ваши действия должны подчиняться правилу оптимизации облиственности для лучшей проветриваемости кустов, для предотвращения развития грибковых заболеваний и для получения урожая сладких, крупных, а главное здоровых плодов помидоров. Иначе, если вы это не сделаете, придется ведрами готовить и лить фунгициды и бактерициды, убивающие не только патогены, но и живую силу ваших томатов. Хорошего урожая! Надеюсь, видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и поделиться этим видео в соцсетях, чтобы как можно больше людей смогли его увидеть. Спасибо за просмотр!